Обезвредить противника, не касаясь его даже пальцем и без всякого оружия. В кино это возможно. Мы решили выяснить, возможно ли бесконтактный бой в жизни. Чуводили, пройти сквозь толпу и ни разу никого не коснуться. Так отрабатывают бесконтактное поведение. Операторы. Ряд организованных структур, состоящих из осознающих сущностей и искусственно созданных энергоинформационных и ментальных программ, применяющих различные технологии по управлению вниманием живых участок и перераспределяющих их энергию в нужные операторам русла. И методы воздействия операторов, которые могут распространяться не только тонкоматериально, но и проникать вплоть до воздействия на физический мир. Энергия. Три направления воздействия. Первое. Управление вниманием людей. Но, как известно, где внимание, там энергия. Тренировка в экстремальных условиях. Нападение на темные улицы. Пара точных движений и противники теряют равновесие. И никаких ударов. Вадим Старов практикует бесконтактный бой больше 10 лет. Он уверен, энергию и мысли можно передавать на расстоянии и поправлять противникам. Поверить трудно. Что ж, проверяем на себе. Ноги подкашиваются. Работает. Но вопрос остался. Энергию и мысли можно передавать на расстоянии. Взаимосвязь. Один приемник, другой передатчик. Дальше начинаются очень интересные вещи. Допустим, один загадывает какое-то число. Это число уже отгадывает. Он даже начинает считывать его. Мы сейчас вдвоем работали на некой экстрасенсорике. То есть это некая чувствительность, чувство. И на самом деле этот человек начинает чувствовать. Сзади только к вам кто-то пытается подойти. Возможно, пистолет, нож наставить. Что вы сейчас увидите, это не видеомонтаж. Человек, который стоит спиной, не знает, в какой момент будет брошен нож. Еще одно доказательство реальности методик бесконтактного боя. Называется «Ктурча с глаз». А за это есть, скажем так, очень поражение, потому что я не предгрызгал человека в какую секунду я нападу, но человек был готов. Возможно, о чем-то подумать. А может быть, вы уже где-то в жизни высчитываете, да, там, на переговорах. Энергию и мысли можно передавать на расстоянии, управлять противником. Поверить трудно. Что ж, проверяем на себе. Вы меня не толкаете? Нет. Моги, глаза закройте. Да, я не могу. Моги подкашиваются. Моги подкашиваются. Работает, но вопрос остался. Работает. Это как усилие, малые токи. То есть, принцип какой. Опять же, можно человеку передать частичку какого-то специала, как у кого-то эмулятор в бассейне. Если у тебя правильно работают энергетические поля, нужно развивать себя. Это открытие энергетических центров. Расслабление, это открытие энергетических центров. Затем комплекс в упражнении по набору энергии. Набор энергии делают на места силы, на природе. Затем, когда мы набрали энергии, мы эту мягкую энергию стараемся равномерно распределить. Если мы мягкую равномерно распределили, то начинает какой-то центр. Центр, это может быть сердечный, это может быть весный, это может быть легкий. То есть, идет дезбаланс. И от этого дезбаланса есть проблемы на физическом уровне, есть проблемы на психологическом уровне. То есть, печень это в состоянии ярости и гнева. И когда человек начинает в состоянии ярости и гнева, то он начинает сгущивать пищу. У него в глаза появится груз. В этот момент, они не отказывают. Прости, мне не нужно реванса, за что говорят. Это не страшно. Это уже делал клубок. Это не будет. Есть мотивация. Есть еще какие-то вещи. Я вам просто хочу показать какие-то простые вещи. Без какой-то воздействия на уровне энергетическом, информационном. Я вам просто хочу показать на уровне психологии. Потому что я сейчас не хочу делать какие-то... Это мы тоже не хотим. Нам бы еще всем. Какое-то в лицо там делайте. И вот ты сейчас медленно руку отводи. А теперь вот сюда ее отводи. Я вам сейчас покажу, что вы делаете. Смотрите. Отводи назад и отводи. То есть вот. У вас сейчас рука делает вот такие вот ваши... То есть что происходит? Ну смотрите. Вы не отпускаете свое... На скорости удар идет прямой. А у вас вот он сейчас вот так вот. То есть что? Вы стоите... Как вы медленно, красиво проходите. Да, да. Или же человек должен реально вкладываться в удар. То есть чтобы он сказал ему, ну-ка давай там ты, давай его выведи там. Давай, вложи мне там. Да, то есть нужно вызвать это состояние. Или же он как вот он... Он стоит вот сейчас наблюдает. Что же я буду делать? Медленно начинает движение прямо, а потом сюда меняет. Вложись в удар. Вложи. Реально вложись. Вот от всей пролетарской души, ненависти по полной. Вот еще больше массы вот сюда. Реально, реально, реально вот сюда. Реально, реально, реально жестко, жестко вложись. Вот еще попытайся сюда вложиться в массу. Вот, вот смотрите. Вот это мое лицо. Представляете? И вот сюда иди вот в это в лицо. В реально вкладывай. Бей. В лицо по полной. Вот по полной. Вот иди давай. Вот как в жизни. Раз, вот он пошел. Бой. Вот оно, пошло, вот оно понеслось, давай, реально, реально работай, давай, все, давай, давай, пошло, вот, за Родину за Сталина, давай, хватит. Работает, но вопрос остался. 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 Я начинаю, как я видела, опять же. Затем я уже просто могу представлять, тебе какой-то программ. Затем я расстреляю. И начинаем с рукой делать гордовое движение, вот тут на улице. Я пошел. Да? Он сейчас вот это сделает и вот так. Понятно. Два раза ты в контакте сделаешь. На третий раз вы ангоните, не пролетите первой рукой, но обвините. Ноги подкашляют. Я не могу просто. Почему? Работает, но вопрос остался. Как ему это удалось? Я вначале увидел, как художник, как поэт, что-то произошло. Нарисовал эту картину, вообразил, и эта картина по задержке времени начинает происходить. Овладеть бесконтактным боем непросто. Сначала сложная техника дыхания. Теперь трех на биополе. И так вот тянем по нижней части. И вот. А наркотический массаж. В подочках пальцев. Как будто извне что-то давит на подочки пальцев. Я не контролирую вот это. Как прям держу такой шарик. Непонятно, честно говоря. И после этого я вот вытянулся. Было четкое ощущение, что рука, она вот здесь вот. Я локоть чувствую, как касается пола, да. То есть. А где пальчики касаются пола. А вот четко они прям вот, знаю, вот поднимаются. Прям шарик и все. Непонятно, куда. Шарик, шарик. Прям сводишь руки, и он прям такой плотный становится. И, ну, прям четкие ощущения на подушках пальцев ждут удар. У них давность. Какая-то такая плотность. Оно больше метра. Это тоже, как бы, хороший уровень. Чтобы бороться с помощью энергии и мысли, осваиваем пару приемов контактного боя. Учимся нападать и защищаться. На него не давлю. А посмотрите, что я делаю. И я размазываю. Через три часа что-то похожее начинает получаться. Противник падает. Конечно, так бесконтактный бой выглядит в исполнении новичка. А так работают профессионалы. Против Вадима мастер спорта по боксу. Впечатляет. Кстати, боксер настоящий. Проверено. 움직ием. Чистос. Взять. Взять. Тыхнул. Ух ты. Оно идет от Вас. И от нас меняет ощущение магнита. Как думали вы обвиняли. Магнита. Взять. И от нас меняет величие магнита. Это не на fame. Затем, я уже просто могу представлять, тебе как бы задалкать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хоп, хопа, хопа, давай, ну, и сюда, что происходит, ну, а он туда, ой, хоп, ой, блин, что такое, что за хрень, капец, нажать, о, как, смотрим, реально, туда, смотрим, ну, ой, не поможем, что происходит, Еще раз, что-то у меня как-то плохо, да, не надо, хватит, смотри, стой, дайте, немножко дохраничь, наверное, до 30, выдох, и вдох, Жестко, реально, бам, и я сломал, я сломал эту программу Вон, ушел Это уход То есть наношу просто вот сюда Я его пропустил Раз Второй момент Смотрите Я добавляю скрустку Раз Раз Два Раз Опа Лучший бой Это несостоявшийся бой Проходим Бам Ха Смотрите Да Бамба для спецподразделений Которая является самым лучшим Приглашаем вас в школы для занятия по системе Ножевого боя По системе самообороны Мягкой системе русский стиль А также Курсов саморазвития Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok